Вопросы истощения земель, нехватки средств на удобрения наиболее острые. На сегодня проблемы в сфере сельского хозяйства. Популяризация передовых методов ведения агропромышленного и агрохимического бизнеса и основные преимущества использования минеральных удобрений сегодня обсудили в Таразе в ходе 7-го агрохимического форума Азии. Масштабное мероприятие собрало крупнейших производителей и трейдеров региона, представителей государственных профильных министерств, ученых, отраслевых научно-исследовательских учреждений и иностранных агрокомпаний. На форуме были обсуждены важные и актуальные для аграрияв темы. Текущее состояние агрохимической отрасли Казахстана, эффективное применение удобрений на деградированных орошаемых землях, были также представлены инновационные продукты и решения по повышению рентабельности сельхозугодий. Основной же акцент был сделан на состояние почвенного плодородия и ее воспроизводство. Ведь 80% урожайности формируется именно за счет нее. По словам же ученых, в настоящее время повсеместно происходят интенсивные опустынивания земель. В Казахстане площадь плодородия земель сегодня составляет 75% от общей площади земель. По данным официальных органов плодородия почвы повсеместно снизилась на 40%. При этом не только эффективные, но и потенциальные плодородия почвы, а в зоне орошения до 60%. Если не предпринимать срочных мер по повышению культуры земледелия и восстановлению плодородия почвы, в далеком ближайшем мы можем потерять до 50% всех сельхозугодий из-за деградации и эрозы почвы. Чтобы не допускать дальнейшего ухудшения состояния орошаемых площадей, необходимо рационально использовать эти земли. Одним из ее эффективных инструментов является развитие системы агрохимического анализа, отмечают специалисты Республиканского научно-методического центра агрохимической службы. Директор же данной организации Канад Абельмакжанов, отметив необходимость в этом направлении перенимания опыта европейских стран, подробно остановился на развитии системы. В настоящее время РНЦАС, сотрудничество с информационным учетным центром, создается государственная информационная платформа, посредством которой уже землепользователь непосредственно будет давать задания на проведение агрохим-анализа. И затем уже через эту информационную платформу задания будут распределяться среди лабораторий, как частных, так и, возможно, в будущем РНЦАС тоже присоединиться к этой работе. Затем руководители иностранных компаний по выпуску минеральных удобрений смогли представить свои продукты и проекты, направленные на эффективное развитие сферы АПК. Седьмой агрохимический форум Азии будет проходить на протяжении двух дней. За это время специалисты сельскохозяйственной сферы обменяются опытом и попытаются найти решение актуальных проблем в данной отрасли нашей страны. Мадияр Серик, Дулаш Кпамбетов, СимСимНьюс. Сегодня в Акимате Жамбулской области состоялось селекторное совещание по вопросам эффективной реализации принятого на очередном 18-м съезде партии Нур-Отан в Астане программы главы государства «Общество благополучия. 10 целей десятилетия». В нем приняли участие все руководители управлений и Акимы районов. В ходе заседания Аскар Мурзахметов в первую очередь отметил важность нового документа и подчеркнул, что главная цель – повышение уровня жизни населения. По его словам, для этого необходимо активизировать работу по развитию многогородов, строительство жилья, пересмотреть и утвердить базу данных о многодетных семьях региона. В данном направлении необходимо провести тщательный анализ в районах области, в отдаленных населенных пунктах. Также он отметил, что 70% многодетных и малобеспеченных семей проживают в сельской местности. Кроме социальных пособий, необходимо максимально вовлечь их в мере занятости. В соответствии с поручением главы государства будет проведена определенная работа по развитию сел. Для этого было озвучено актуальное создание по одному сельскохозяйственную кооперативу в каждом сельском округе. Для этих целей выделяются немалые средства. И со стороны Акимов районов необходимо активизировать работу по координации. Кроме того, были рассмотрены и поручения президента страны по обеспечению населения качественной питьевой водой, газификацией и доступа к качественным услугам здравоохранения. Напомним, систематизация работы в этих направлениях ведется в области уже с прошлого года. Благодаря конкретному анализу было выявлено, что 149 тысяч жителей не имеют доступа к водопроводу. Из них 7 тысячам удалось решить данный вопрос. В текущем же году охватить планируется еще 50 тысяч граждан. В прошлом году подготовлена проектно-сметная документация на газификацию 84 населенных пунктов стоимостью 43 миллиарда тенге. В текущем году планируется начать строительство газопровода в этих населенных пунктах. В случае реализации этих работ, запланированных на три года, показатель газификации области увеличится с 48 до 70%. Говоря же о сфере здравоохранения, то в прошлом году в регионе построено и сдано эксплуатацию 39 медицинских объектов в ближайшие полтора года. Оставшиеся 60 населенных пунктов будут полностью обеспечены объектами оказания первой медицинской помощи. Для повышения результативности работы Акимов районов и сельских округов также ведется работа по закреплению специальной системы. На совещании Оскар Исабекович подчеркнул, что необходимо активировать работу по всем направлениям для успешной реализации задач, поставленных главой государства. На пути же выполнения всех индикаторных показателей в приоритете будет выполнение именно данных поручений. Продолжение следует... Продолжение следует...